Всем привет! Меня зовут Илона, и я живу в Польше уже 9 лет. И сегодня специально для проекта Checking Time я расскажу о жизни в Польше. Погнали! Какие же особенности у польских женщин? Они очень гостеприимные, очень отзывчивые. Я вот была очень восхищена, когда я приехала сюда, и у меня появились подруги в Польше, которые всегда с удовольствием отзывались на мои просьбы о помощи. Они очень... для меня они вот тоже очень красивые, хоть и часто ребята наши, русскоговорящие, да, говорят, что вот русские девушки, они красивые, самые красивые, а там на запад уже не очень. Я, например, не совсем с этим согласна, но это мой вкус, потому что я была тоже поражена... вот когда я приехала в университет, я встречала таких красивых и таких умных девушек, вот, поэтому... Не знаю, да, возможно, они не вынаряживаются, да, как наши девчонки, они больше предпочитают комфорт, то есть их чаще увидишь в кедах, чем на каблуках, наверное, то, что касается, в общем, европейских девушек, да, но тем не менее они не забывают ухаживать за собой ни в коем случае, чаще предпочитают что-то натуральное, вот. Но вообще они тоже очень красивые, и они борются за равные права, в больших городах это больше как-то распространено, наверное, чтобы девушка посвящала больше времени на карьерный рост, там, да, до тридцати, до тридцати пяти, только потом уже больше думала о детях и семье, но, опять же, в каких-то меньших городах, наверное, больше процент девушек рожают детей раньше, вот. Что же касается особенностей польских мужчин, я могу их тоже описать как очень галантных, вежливых и отзывчивых, они любят заниматься спортом, естественно, тоже все зависит от воспитания и окружения, да, в котором ты живешь, но вот я встречала действительно классных ребят и уважающих женщин, всегда готовых тоже помочь, они очень любят говорить о политике, очень часто спрашивают тоже про политику наших стран рукоязычных, и очень, вот им очень даже, да, часто интересно спросить что-то про Путина, например, несмотря на то, что это такое католическое общество, да, и патриархат и все дела, но они поддерживают равноправие женщин, и у них действительно очень хорошее отношение к женщинам, опять же, все зависит от воспитания, но в большинстве своем они также ходят на протесты против запретов абортов, например, в Польше, да, в которой широко известная вот эта вот ситуация. Необычные запреты в Польше Наверное, самым таким необычным запретом для страны европейской в 21 веке является закон о запретах абортах, и в этом году, в 2021, он стал еще более ужесточен, и сейчас женщины не могут сделать себе аборт, даже в случае, если они заведомо знают, что их ребенок будет инвалидом. Вот что касается остальных необычных запретов, для нас они даже могут быть обычные, но, например, если вы сравниваете с южными странами, где люди могут переходить дорогу на красный свет, если там нет машин, да и машины могут остановиться, если что, и на зеленом, наверное, тебя спокойно пропустить, а также там можно распивать напитки в таких общественных местах, парках, улицах, то тут в Польше этого делать нельзя, ни в коем случае не переходите на красный свет, в неположенном месте не переходите и не распивайте алкогольных напитков на улице, потому что за это будут приходить большие штрафы. И еще один такой, не то чтобы запрет, но у них не принято кушать суп с хлебом. Я не знаю, как у вас заведено, но я вот привыкла всегда кушать суп с хлебом, и, например, если сейчас где-то мне подают суп, то его не принято попросить, а хлебушка. Вещи, которых лучше не делать в поиском коллективе. Когда у меня были уроки поискового языка, тут моя учитель сказала, что никогда не спрашивайте поляка, как у него дела, потому что он все время будет жаловаться. Это, конечно, было сказано в шутку, но вот есть такой стереотип, что поляки постоянно жалуются на жизнь. Несмотря на то, что у них все, в принципе, хорошо, то они все равно будут говорить, что все плохо, это плохо, погода плохая, продукты дорогие, там что-то сложное не удается. Вот, поэтому имейте в виду, если они начнут жаловаться, просто знайте, что это такой народ. А вообще из таких серьезных тем, то, наверное, лучше не поднимать тему религии, если вы не верующий человек. А ваш собеседник очень религиозен, потому что это католическая страна, и здесь очень много верующих, практикующих людей, которые ходят каждое воскресенье в гостол, и для них это очень важно. Поэтому, наверное, будет не очень приятным разговор, если вы начнете его убеждать в своей точке зрения. Про медицину я уже рассказывала в предыдущих выпусках, говорила я о плюсах и о минусах. Так вот, повторюсь, что медицина здесь очень хорошо развита. Хорошая больница, хорошие специалисты, хорошее оборудование. Но, что касается бесплатной медицины, она есть. Если у вас есть страховка, или у вас есть карта поляка, вид на жительство, у вас есть право на бесплатное обследование. Единственное, что тяжело его дождаться иногда. Но здесь есть и платная медицина, которая тоже очень развита в частных клиник. И можно найти не так дорогое лечение, скажем так. Не знаю, в сравнении мне всегда вот навязывалась такая внешняя мысль. Все говорили, что как здесь дорого ходить по врачам. Но, например, сравнивая стоматолога, поставить обычную пломбу, я заплатила что-то в районе 40-45 долларов за одну пломбу. И в сравнении с Белоруссией я узнала, что там тоже такая же цена. Да? 5 долларов, 10 долларов праздница может быть. Ну, то есть вернуться туда и вернуться сюда мне вышло бы дороже. Поэтому все очень относительно. Но такая средняя цена на какого-то специалиста тут будет в районе 25 долларов. Наверное, чуть-чуть больше, меньше, вряд ли. Но зависит от города, опять же. Я живу в Варшаве. Здесь очень все дороже, потому что столица. Но все можно найти и подешевле. Легко ли общаться с местными? Да, вообще без проблем. Я уже рассказывала тоже про свой опыт жизни с польками. У меня много друзей, поляков до сих пор. И вот в начале мне тоже очень многие все помогали. То есть они отзывчивые, приятные. И тоже, наверное, упрощает жизнь то, что они... Вот, как я рассказывала, что они очень милые и постоянно здороваются, да, в подъезде, в магазине, в кафе. И ты без проблем тоже можешь продолжить этот диалог. Потому что мы часто стесняемся просто заговорить, да. А тут у вас уже пошел вот этот разговор. И как бы дальше нечего стесняться. И можно спросить, что... Ну, не что угодно, но продолжить легко разговор. Тут очень много локальных сообществ, экспатов, потому что тут очень много иностранцев. Не только русскоязычных, но и, говорят, на других языках. Поэтому они все объединяются. Они все открытые, дружелюбные. И хотят просто, как можно больше найти хороших людей, чтобы проводить с ними классное время. Что-то придумать, чем заниматься. Так вот тоже они организовывают какие-то мероприятия. Не знаю, выход в бар, либо выход на пляж к реке. Придумывают всякие, не знаю, ночь игр настольных, например. Такие мероприятия. Также очень много есть таких мероприятий, когда вы можете меняться знаниями языков. То есть если ты хочешь учить польский, например, да, а поляк хочет учить русский. И вот вы можете встретиться и пытаться научиться друг с другом. Это все происходит в каком-то баре. либо в кафешке. Короче, все это очень просто. Тут очень многое находится, проливает русскоговорящих людей. И беспроблемно идете какие-то даже новостные паблики на русском языке, где тоже будете узнавать всякую нужную информацию. Ну и даже если у вас вызовет проблему вообще найти какого-то человека русскоговорящего, мне кажется, вы без проблем можете написать кому-то под постом, с каким-то вопросом, чтобы он помог вам просто. сейчас как раз-таки солнечная погода. Сегодня, хотя уже прохладно, сентябрь очень хорошо чувствуется, особенно в вечернее время. И в дневной, в принципе, чувствуется ветер холодный, поэтому погода не сильно отличается от белорусской. Даже, можно сказать, не отличается. Но мне кажется, что здесь все равно немножечко теплее, конкретно, например, в Варшаве. Очень часто теплее. В общем, также четыре сезона. Вам нужна одежда для всех сезонов. Несмотря на то, что снег тут выпадает, ну, уже поздно достаточно. Поляки всегда ждут его на праздники, на Рождество, к 25 декабря. Его никогда нету в эти даты. Вот в последние, наверное, лет пять он точно не выпадает. Выпадает позже. И, в принципе, держится не так долго. Но иногда может выпасть потом еще и в мае, так случайно, невозначай. Но разницы в какой-то такой определенной в погоде с нашим климатом нет. Сапоги зимнее здесь найти тяжелее, более такой демисезон, да. Но, в принципе, и вы не замерзнете тут так сильно. Но тут тоже есть же районы, регионы около моря. Там всегда холоднее, ветер сильнее. И есть горные на юге, вот те регионы. Ну, в горах там, понятно, там вообще разная погода, да. А вот в южных более городах там еще... Ну, там действительно теплее на пару градусов очень часто. Если тут в Варшаве весна еще не началась, то там уже она может начаться намного раньше. Если вам понравилось это видео, поддержите, пожалуйста, лайком. Не забывайте подписываться на наш канал. И до скорых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...